Добрый день, меня зовут Александр Тихонов, я уроженец поселка Большеречия, живу и работаю в Омске, я заведующий отделом научно-методической и просветительской работы в историческом парке России «Моя история». Я пишу стихи и прозу, за плечами у меня несколько книг стихов и прозы, собственно, две книги стихов и два романа в серию «Сталкер». То, что я сейчас буду читать, это небольшой отрывок из черновика нового романа, который называется «Лихолетие». Пишется он уже несколько лет, когда будет написан, окончательно неизвестно, но я сегодня познакомлю вас с некоторыми героями этого романа. Это их первое появление, это начало их судьбы в этой книге, надеюсь, будущей книге. Тайга горела долго. Старики рассказывали, что ни месяц, ни два годы. Тлел торф на болотах, а пламя постепенно уходило вглубь, в те пласты, где горючая кровь земли – нефть, где газ и сама преисподняя. Тайга горела со стороны Тюмени, куда долетел заокеанский подарочек или не долетел. Всякое говорили люди, пережившие войну, на то они и старики. Ольга родилась до войны. Смутно помнилась ей картина из детства. Молодая, красивая мама, вечно улыбающийся отец и брат. Когда он был призван в армию, ей исполнилось четыре года. Ольга помнила, как приехавший на побывку Игорь садил ее к себе на колени, качал и говорил «Ты, ракета!» – говорил он. И смеялся, как ребенок. «Летишь, летишь!» – служил Игорь в ракетных войсках. Ольге тогда представлялось, что брат занимается строительством ракет, летящих к далеким звездам. Но ракеты его летели к другим звездам и полосам. Когда грянула война, она гостила у бабушки в небольшой деревне Кип, затерянной на севере Омской области. Все не могла выговорить название района «Тевризский», проглатывая «Р» и заменяя ее на смешное «Л». Деревенская жизнь текла размеренно и тихо, как цветочный мед. Тягучие, обжигающие и сладкие дни в лесу, за деревней, вечера у телевизора и баня по субботам. Дед и бабушка, родители отца, всю жизнь прожили в деревне. Знали каждую дряхлую старушку, помнили каждую избенку-завалюшку и частенько рассказывали Оле, кто чей родственник, кто кому чего должен. Пару раз ездили с дедом в лес, собирали ежевику. Ольга тогда нашла малинник, долго ела переспелые, подсохшие ягоды. В перемешку с недозрелой ежевикой. Тогда и это лакомство казалось самым вкусным. Впрочем, сейчас тоже. Когда начиналась война, они с дедом были в лесу. Дебушка помнила, как поднялся страшный ветер, как раскачивались деревья, гудели, скрипели, словно чувствовали всю боль планеты. — Собирайся, милая, — сказал тогда дед, — буря ерится. И она ерилась. Над таежным селом, над бескрайне дремучей Сибирью, над Россией, над рогнувшими от ядерных ударов континентами, буря не жалела никого. Сметала города, военные базы, где-то на просторах родины. Оглохши от рокота буря, ее брат выполнял приказ. — Ты, ракета! — звучал его голос. — Летишь, летишь! Он, конечно, кричал в рацию о другом в те минуты, когда ракеты выскальзывали из спусковых шахт, разящими мечами, взрезающими плоть другого континента. Жив ли брат? Ольга не знала. Служил он далеко от Омска, откуда его и сотни других короткостриженных парней отправляли когда-то защищать Отечество. Старики говорили, что враг бил точно по пунктам управления, в одном из которых находился в те минуты Игорь. Но что они понимали, старики? Ольга верила, что Игорь жив, и он идет к ней сквозь горящую тайгу по руинам городов. Не идет даже. Летит. Он — ракета. Девушка глубоко вздохнула. По щеке скатилась запоздалая, невыплаканная в детстве слеза. Прочертив влажную полосу на залепанном грязью лице. — Ты в порядке? — донесся до Ольги хриплый, натреснутый голос. — Да, в норме. — Плачешь? — девушка быстрым движением накинула на голову глубокий капюшон, отчего лицо оказалось в густой тени. Я просто спросил. Рафик, один из лучших мусорщиков тары, пожал плечами. Они лежали в густой траве на окраине заброшенного села. Впереди заросшая травой, неиспользуемая вот уже лет пять дорога, асфальты в былые времена, вызывавшие немало нареканий, заминувшие после войны десятилетия, и скрошился. Сквозь него проросла трава, местами желтели заросли клёна. С правой стороны от бывшей дороги — остров фермы, в котором по ночам жалобно мучали холодные осенние ветра. Белые будто кости плиты, арматурные ребра. Дальше элеватор. Туда минувшим вечером забрался Коля Буян с винтовкой. Чуть не свалился, когда ржавые перекладины лестницы начали с хрустом отламываться, но забрался-таки и теперь ждал. Ждали и Ольга с Рафиком. После войны село с шипящим названием Шуева какое-то время было обитаемо. Оно и понятно, из миллионника Омска люди стремительно бежали подальше, ехали с семьи на север области, образовывали общины вокруг древнего города Тары. Одна из таких сложилась здесь. Главной трагедией селян стала трасса, ведущая от областного центра на север, к городу Тари. По ней они могли добраться куда угодно, но и к ним в гости вполне могли заявиться лихие люди из любой точки региона. Первые нападения начались через несколько месяцев после начала войны. Потерявшие всякий страх дорожные банды носились по трассе на внедорожниках, до зубов вооруженные, грабя села и насилуя молодых девушек, словно степники-кочевники, двумя-тремя веками ранее. Они черным воронем кружили над деревнями и селами, выклевывая все живое. Одни банды облагали данью район, и в Большереченском орудовал некто ротан, собирая налог с местных. В Саргатском районе, еще ближе к Омску, другая кодла. Вслед за бандами в села начали приходить хищники. Одичалые собаки и мутировавшие волки ходили легенда, что из зоопарка, расположенного в поселке Большеречья, в ста километрах южнее Тары. После войны убежало немало хищников, которые теперь бродили по окрестным лесам в поисках пропитания. Встретие злобных пантер, львов или тигров боялись многие. Старики говорили, что в селе Заливино на следующий год после войны два тигра растерзали ребенка. Выжили кровожадные хищники или нет, никто не знал, но со временем начали пропадать люди. Сначала одиночки охотники, потом группы по два-три человека. Поползла молва, дескать, мутировавшие чудовища рыщут по тайге, если кто-то сунется за околицу. Сожрут. В одну из особенно лютых зим опустело село Кольтюгина, находящееся вдалеке от трассы. Куда делись жители, гадали долго, да так и однозначно ничего сказать не смогли. Когда по сугробам на охотничьих лыжах до села добрался отряд стрельцов, дома были пусты. Двери на распашку, все не намелось снега. Предположите, что у жителей кончились дрова, и они ушли, чтобы не умереть от холода. Но мысль тут же была отметена как нелепая. Тогда бы сараи разбирали, или заборы. Ими и топились, говорили опытные стрельцы. В лес бы сходили на худой конец. Они ведь знают, он к самому селу подступает. Звери их утащили, заговорчески шептались на улицах тары женщины. Точно звери. Как иначе объяснить? И вот три года назад перестало выходить на связь село Шуево. Также зимой в лютую непогать пропали люди, оставив двери домов на распашку. В некоторых избах накрытые столы. Они ужиной садились, рассказывали стрельцы старшине Игнатьева. Тут-то все и произошло. Никакой крови не обнаружили. Словно они сами поднялись и вышли. И вот что самое жуткое. Одежда вся на вешалках, оружие не тронуто, как будто всем селом разом собрались и ушли вечером. Туда, в Пургу. Что стало жителями села, никто так и не выяснил. Но с той поры наладили связь. Принялись возводить остроги в центре каждого из сел, вокруг зданий клубов. Словно вернулись на несколько веков назад. Начала разрастаться и тара. Горько шутили люди, что для развития города нужна была ядерная война. И лишь после всемирной катастрофы потянулся народ в древний город. Прозванный когда-то историком Карамзиным неодолимой твердыней, он вновь собрал вокруг себя близлежащие села, рос, креп. За минувшие годы в центре выросли добротные стены. На центральной площади у подножия памятника Ленину под его укоряющим взглядом разместили торговые ряды. Торговали там и местные жители, и приезжие купцы. Из Тюкалинска, далекого северного устья Шима, еще торговали мусорщики. Эта прослойка городского населения образовалась сама собой лет через десять после войны. Так сначала пренебрежительно, а потом уважительно, именовали людей, ищущих на просторах региона ценные вещи, забирающих в опустивших селах все, что может быть ценно, уходящих за многие сотни километров от Омска и приносящих множество полезного. Гитали для радиостанций, топливо, оружие, мусорщики доставали все и потому были в почете, но и гибли чаще прочих. Чаще даже, чем тарский гарнизон стрельцы, то на бандитов налетят, то на хищников, потому и шли в мусорщики люди отчаянные, не имеющие в сердце и за плечами ничего. Погиб такой человек, как воду конул, никто не заплачет. Таким был бывший стрелец Коля Буян, таким был Рафик с изуродованным мутациями лицом, ненужные люди, ставшие вдруг спасителями. Такой была и Ольга. Что ж тут говорить? Ну не потому, что она оказалась не нужна обычным людям, скорее это они не были ей нужны. Красивая, умная, отчаянно смелая, Ольга не подпускала к себе мужчин, подруг не заводила. Автомат Калашникова, Рафик и Буян, вот все ее друзья, ее семья, а еще Игорь, старший брат, уже двадцать с лишним лет, идущий к ней через выгоревшую и вновь заросшую непролазную тайгу. Не нравится мне эта тишина, сказал Рафик, и звук его голоса выдернул Ольгу из раздумий. А, что? Ты о чем? Ты какая-то странная сегодня. Да так она отмахнулась, вспомнила брата. Рафик, понимающий, кивнул. Не нравится, говорю, тишина, повторил он, даже птицы не поют. Так ведь осень. Ольга через окуляр прицела посмотрела на элеватор, где за ржавым коробом маячил грузный Буян. Только не говори, что в те птицы улетели. Занимался рассвет. Сырой, промозглый, густел туман, и с каждой минуты молочная белизна скрадывала все новые улицы села. Наконец в тумане пропал элеватор. Теперь занервничал и Рафик. Зря они позволили Буяну лезть на верхотуру. Зря вообще потакали его безрассудным выходком. Именно из-за них Коля был изгнан из числа стрельцов, но нет же, мало ему. И вот теперь здоровяк оказался вне ее поля зрения. Нехороший холодок пробежал по спине, пальцы защипало, будто Ольга отлежала обе руки. Поднявшись с растельного на траве плаща накидки, она коснулась цевья автомата. Куда собралась? Дернулся в свою сторону Рафик. К Буяну. Причувствуем и нехоро. И в этот момент со стороны элеватора ахнул винтовочный выстрел. Звук плюхнулся в туман, словно в воду бросили камень и исчез. Следом канул в безмолвие. Второй. Ольга сорвалась с места. Сквозь заросли кленов по заполненным дождевой водой канавам, увязая до середины голени, она рванулась на выручку другу. А Рафик бежал следом. Он хотел крикнуть ей, чтобы остановилась, но понимал, кричать нельзя, иначе сам станет мишенью. Выдергивая дробовик из закрепленного меж лопаток чехла, он схватил Ольгу за плечо и зло прошипел в самое ухо. Стой! Слышишь, не стрелять! Не стреляет и он! И правда, после второго выстрела тишина снова окружила их, будто заложила уши. Обходи слева от дороги, скомандовал Рафик. Его глаза правой кари, левой холодно-серой яростно блеснули. Ольге сердце ушло в пятки, но она выполнила приказ, прыгнула с нас и подвинулась вдоль дороги, не выпуская из рук автомат. Видела, как в тумане а потом холодная взвесь проглотила командира группы. Девушке подумалось, что вот сейчас вынырнет из тумана шевеляющая щуплая фигура, молчунали, снова карлика, телепата, коими пугали детей в Тарской крепости и накинется. Тьфу, что за мысли тишина и бездна тумана. И ничего. На мгновение Ольга потеряла ориентиры, принялась крутиться из стороны в сторону. Где-то совсем рядом зашуршали кусты и послышалась приглушенная каррр. Девушка отпрянула, когда мимо нее пролетела огромная черная ворона едва не выронила автомат. Нужно сосредоточиться, кусты еще левее дороги, значит придется забирать вправо. Она двинула сквозь пелену тумана и через пару минут оказалась перед насыпью. Все верно, по насыпи проходит ведущая в село Дорога, а за противоположной стороной осыпался ржавый трухой элеватор. Именно оттуда дважды громыхнул дробовик. Рафик — это определенно стрелял командир, но чтобы потратить два заряда подряд, там в тумане что-то происходило, что-то страшное. Ольга, не раздумывая, вбежала по склону насыпи, оказываясь наверху, оскальзывалась, чертыхалась и устремилась к элеватору. Вокруг тишина. Ну же, хоть один звук, хоть один шорох! Из тумана выныривали кусты и трава. Пару раз девушка едва не споткнулась о лежащей в траве обломке бетонных плит. Наконец проступил, как мираж, контру элеватора. Спустя минуту Ольга стояла под металлической громадой, измазанная в грязи, испуганная, водила стволом автомата из стороны в сторону. Никого. «Коля!» – забыв про осторожность, позвала Ольга, запрокинула голову, глядя наверх, и замерла, скованная ужасом. По ржавым ребрам элеватора ползло нечто, напоминающее дождевого червя или огромную змею. Будто, услышав Ольгу, змея зашевелилась быстрее прежнего и потянулась вниз к растерянной девушке. На тупом конце длинного тела находилась пасть с острыми клыками. Открылся круглый рот, полный мелких треугольных зубов. Ольга попятилась, зацепилась за обломок бетонной плиты и упала на спину, держа автомат перед собой на вытянутых руках. На пружиненное существо, огромный червяк, метнулась к ней, полная острых зубов в пасть с хрустом вцепилась в цевьё. Калашников, не будь у Ольги автомата, бестия вырослась бы ей в живот. Девушка закричала, чувствуя, как ослабеют руки, державшие единственную преграду между кровожадным чудовищем и её телом. Но червь внезапно перестал кусать металл, потянулся обратно к ржавому каркасу элеватора, и до Ольги долетела пугающе крррррк, воспользуясь передышкой, поднялась с травы и побежала прочь. За спиной на траве приземлили что-то тяжёлое. Снова крррррх! Ольга обернулась, вскинула автомат и выстрелила в склизкого червя, тело которого мелькало между обломками плиты. Промахнулась. Слишком быстрым и почти незаметным в бурой осенней траве был зубастый враг. Поняв, что стрелять бесполезно, Ольга побежала. Секунда две-три у неё была фора, она могла спастись, но червь оказался слишком быстрым. В полусотни метров от элеватора он нагнал девушку, впился в тяжёлый армейский ботинок и дёрнул с такой силой, что беглянка выронила автомат и приложилась лицом о землю, потеряв сознание. Ты, ракета, слышала сей, летишь, летишь, тишь, тишь, потом тишь, потом темнота. Не чёрная, а непривычно белая. Лишь пару минут спустя Ольга поняла, что лежит на спине с открытыми глазами, туман вокруг стал гуще. Сгущёнка. Пришло из детства полузабытое сладкое слово. Брат привозил сгущёнку. Им в армию её раздавали. И четырёхлетняя Оля хотела в армию, чтобы тоже получать сгущёнку. Пересиливая боль во всём теле, села, осмотрелась, пытаясь подняться на ноги, и тут же с криком рухнула в траву. Правая нога ниже колена распухла, из прокушенного червём ботинка в районе голени сочилась кровь. Ольге захотелось заплакать. Так в детстве, когда над миром шумела буря, и чтобы, как тогда, дед прижал к себе, сказал «Тише, милая, успокойся». Но деда вот уже восемь лет нет на свете. «Тише, милая», – прошептала Ольга самой себе и разревелась. Это лишь небольшой отрывок из большого романа. Герои в нём путешествуют по разным мирам, где так или иначе случилась трагедия. Люди, не любя мир, в котором они живут, уничтожили его. Где-то ядерной войной, где-то чем-то ещё. Это, по сути дела, путешествие главных персонажей по таким мирам-клише. От одного до другого и далее. Это один из таких миров. Но в каждом из них место действия – это Омск и Омская область. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok